Только там, где была распространена селитра, и могло появиться огнестрельное оружие. Приходится говорить прежде всего об аналогах огнеметных машин. Когда же произошел момент зарождения и применения огнестрельного оружия? Здравствуйте! Большое вам спасибо за все эти вопросы и позитивные отзывы, которые вы оставили в комментариях. Я не ожидал такого количества разноуровневых и разноплановых вопросов. На все попытаюсь ответить, но не в этом ролике, как хотел. Ролик-то посвящен стволам московского государства, пехоты русской. И я понял, что надо сделать какую-то преамбулу. А преамбула будет посвящена вообще зарождению огнестрельного оружия, ее свойствах, типологии, артиллерийских и ручных огневых систем, которая сложилась к моменту зарождения специализированных войск в рамках нашего государства, в частности, хорошо известных, таких как стрельцы. Ну, для начала надо сказать, что огнестрельное оружие впрямую надо связывать с порохом. Ведь порох – это и есть тот самый заряд, который дает машинам убийств, по большому счету, или самозащиты, на протяжении уже столетий, почти тысячелетий, человечеству применять огнестрельное оружие. Сначала назовем простую формулу, из чего состоит порох. Это полтора части серы, шесть частей селитры и две части угля. Я сейчас просто сказал фразу, но с загадкой пороха, с загадкой этих составных частей, а также как его смешать, сварить, слить, получить некий продукт под названием порох, ни одно поколение людей ломало голову, и ни одно поколение разведчиков пыталось вскрыть секрет этого явления. Слово «порох» – русское. Вы должны понимать, что, когда мы говорим «пороша», «порох» – это все древний корень прославянский, который означает субстанцию, напоминающую не пыль и не крупнозернистое какое-то явление. То есть это некое напоминающее, более сгусточенное явление, чем пыль, и менее концентрированное, чем тот же гравий или крупные какие-то объекты, щебень. Вот именно порох является тем самым словом, которое мы можем встретить уже в древнерусских летописях, но еще это не тот порох, к которому мы все привыкли. Например, в новгородском словаре в 1282 году слово «порох» упоминается. Его компоненты, правильные или неправильные, с этими компонентами сталкивались русские люди, славяне, русичи, еще при походах на Византию. В слове о полку Игореве не раз приходится слышать о том, что половцы применяют пламенные рога и так называемые «смага». Ну, то есть, по всей видимости, это какие-то трубки, которые исторгали под давлением пламя. Они еще не производят метание снарядов, но тот самый живой огонь, которыми сжигали корабли еще со времен Византии, о котором знали венецианские купцы и флотоводцы. Он применялся довольно давно, но не в наших территориях зародился порох. Еще в VII веке до нашей эры есть упоминание о неких пушках. Большие споры ходят, насколько это точно, насколько правильно мы понимаем, но упоминание это в Китае. Должен сказать, что в IX веке уже нашей эры, почти тысячу лет спустя, есть упоминание о применении ракет в том же самом Китае. Применение неких компонентов порошкообразных, которые позволяли получить значительное давление и выплеск в определенном направлении пламени, были известны и в Индии. Энгельс в свое время сказал, что только там, где была распространена селитра, и могло появиться огнестрельное оружие. Энгельс был серьезным теоретиком военного дела. Он недостаточно хорошо изучен, его наследие, и по кавалерии, и по пехоте. Вообще разносторонние были люди, те, кто создавал марксизм или философскую практику. Но он был не совсем прав. Так как все мы знаем, что в Средней Азии, или в Поволжье, в Иране, в Афганистане, в Сирии, селитра распространена ничуть не менее. И уже в XIII веке мы видим зарождение чисто арабских огнестрельного оружия, которое называлось МОТФА. Да, делались они еще из дерева, иногда из металла. Да, они стреляли каменными или округлыми шаровидными снарядами. Да, это еще далеко от того огнестрельного оружия, о котором я буду рассказывать. Это крупные трубки, довольно протяженные в 2,5 человеческих роста, которые наполнялись тем самым зельем или порохом и производили выстрел. Фактически, еще в XIII веке арабские теоретики военного дела освоили понимание того, что порох может выталкивать при достаточном соотношении некие снаряды. Распространение огнестрельного оружия практически моментально охватило всю Айкумену, всю Евразию. В этот период, как грибы, появляются в свои технологические центры производства огнестрельного оружия. В Европе же к таким центрам стоит отнести... В Европе такие центры распространяются только в XIV веке, причем в первой половине XIV века. Есть упоминания конца XIII, но в целом и общем надо никогда не путать, что само по себе исторгание пламени на аналог огнемета и метание снаряда – это сложная цепочка экспериментов и эволюции знаний об этом веществе. Следовательно, на протяжении всего раннего и развитого Средневековья говорить об огнестрельном оружии в Европе, в Восточной Европе, не приходится. Приходится говорить прежде всего об аналогах огнеметных машин. В Китае же распространение огнестрельного оружия известно значительно раньше, и это естественно. Так как селитра везде распространена, в сухих засушливых странах, серединной полосы Айкумены, то и здесь, разумеется, идет массовое распространение пороха и эксперименты над тем, чтобы он начал метать какие-то объекты. Неважно, стрелы это, камни, шаровидные снаряды. В любом случае, именно в этой полосе, там, где была распространена селитра, там, где было ее достаточно, и могло происходить зарождение эксперименты, массовые эксперименты с созданием тех самых пропорций, прежде всего самого пороха, и эксперименты по соотношению снаряда к заряду. Я уже говорил о том, что именно огнестрельная пехота, стрельцы огненного боя, есть, по большому счету, первое и явное появление пехоты, как вида сухопутных вооруженных сил московского государства. Ни бердыши, ни алибарды, ни протазаны, ни сабли и пики стали тем самым главным элементом, который в Восточной Европе, что в Турции, что в России, зародило вот эти самые специализированные воинские формирования, а именно огнестрельное оружие. И именно поэтому с описанием всех этих категорий и элементов огнестрельного оружия я и начал цикл своих лекций или бесед. Должен сказать, что русские княжества довольно быстро, как было мною озвучено во второй части, узнали о явлении огнестрельного оружия и довольно быстро его стали осваивать. Надо отметить, что уже в 15 веке, в начале 15 века, парк артиллерийский существовал практически во всех крупных княжествах. Свой парк. Достаточно вспомнить, что при походе Эдигея в 1408 году он делает запрос, требования к Тверскому князю с тем, чтобы тот прислал своих пушкарей с пушками. Но они просто не успели доехать до Москвы, так как Эдигей отошел от города. Тем не менее, как мы видим, уже это становится фактором. Если в 1382 году мы слышим об употреблении неких пушек и тюфяков, то сейчас, спустя буквально чуть менее 20 лет, уже в княжествах есть полковые наряды, есть пушки, которые приспособлены для ведения огня. Давайте назовем годы распространения, как пожара такого лесного распространения огнестрельного оружия в европейских странах. Ну, прежде всего, надо сказать, что все центральные, германские, кстати, именно германская система артиллерийская во многом повлияла на русскую и, как это ни странно, ордынская. Потому как слово «пушка» происходит от немецких, то есть имеет свой генетический корень, с немецким словом «а тюфяк» или «тюфяк», «тюфенк», «тюфак», в зависимости от диалектов и языков тюркских, очевидно, имеет происхождение восточное. И именно эти две системы, пушки и «тюфяк», упоминаются в 1382 году. И мы сейчас попытаемся разобраться, какие же системы артиллерийские и огненного боя, и ручные были на протяжении практически 100 лет до прихода в пределы московского государства итальянских мастеров, которые принесли фактически революционную технологию массового производства стандартных систем ведения артиллерийского и ручного огня. Я, может быть, плохо сказал в первой части и вызвал какую-то путаницу, когда люди задавали вопрос, о том, когда же произошел момент зарождения применения огнестрельного оружия. Во времена Аристотеля Феораванти конца XV века или во времена Дмитрия Донского? В этот период, почти в 100 лет, он отличался тем, и его надо выделять как первый период, когда мы еще развивались в рамках определенный парадигмы применения огнестрельного оружия, ну, скажем так, раннеогнестрельного оружия. Когда еще зачастую не выделяются систем, они уже выделяются, но они еще не такие каноничные, как это будет потом. Когда еще артиллерийские системы с ручными системами ведения огнестрельного огня не разошлись окончательно, когда еще не зародились, скажем так, полковая артиллерия, которая приспособлена для ведения боя в открытой местности, штурмовая артиллерия, которая приспособлена и специализируется по взлому стен, осадная артиллерия, которая непосредственно специализируется по защите городов. Уже такие тенденции есть, и даже скоро, в течение, условно говоря, первой половины 15 века появятся свои названия, об этом я скажу, но все еще они находятся в очень смешанном, секретичном состоянии. Ну, а сейчас я назову даты появления, упоминания огнестрельного оружия в Европе. В Швеции это 1370 год. Как вы видите, всего на 6 лет раньше, чем в Булгаре. Но, тем не менее, в Булгаре он уже существовало. То есть, по большому счету, это одномоментное распространение огнестрельного оружия. В немецком ордене это 1374 год. То есть, в Булгаре 76-й, первый упоминаний, здесь 74-й. В Венгрии 1378-й, 1381-й. В Литве 1382-й. В Польше и в Чехии 1383-й. В Мамилюхском Египте это 60-е, начало 70-х годов, того же самого 14-го века. В Турции 1380-й год. Неважно, находилась ли Русь под владычеством орды. Не находилась ли. Военно-техническая мысль бьется год в год. Это особенно странно слышать и понимать, когда мы думаем о традиционном средневековом обществе, как медленно развивающемся и живущем некими традициями. Это так и совсем не так. Ведь, вдумайтесь, эффективность огнестрельного оружия в тот период очень неоднозначна. Например, на пушках и ручницах еще не было даже мушек для прицельной стрельбы. Она не подразумевалась. Однако, хан Эдигей, который подошел в 1408 году к Москве, уже от города держит дистанцию. Потому как, в принципе, относительно более простая система, чем громоздкие пороки, то есть метательные машины, которые можно разместить на стенах защищающегося города, они уже держат на расстоянии от города ордынские войска. Ордынцы не рискуют подходить близко. Если лук бил в среднем, если не залпово, а прицельно, ну, метров 30-60, соответственно, вы сами себе представляете стену, вы можете представить себе, как вы к ней подходите и, в принципе, держите те самые 30-60 метров от стены, то огнестрельное оружие, особенно крупные артиллерийские системы, которые в это время применяются, а пушки уже упомянуты, следовательно, они могут держать на более долгой дистанции от стен. И эдеги это понимают. Самоубийц не было никогда. Только в кино у нас показывают заваленные трупами, метущиеся вперед в атаку противоположные стороны, которые не думают о своей жизни. Это все-таки кино. Реальность всегда очень напоминает нас с вами. И поведение в реальности, оно по большому счету может, наше с вами поведение, может раскрыть психологию и поведение тех, кто воевал в тот период. Хотя, конечно, прямых аналогий проводить нельзя. Итак, как я уже сказал, круп, первые такие пушки и тюфяки. Попробуем сначала разобраться. Упоминается уже в первой половине 15 века, пищаль. Кстати, слово-то вот это вот как раз-таки и ближе к нашим славянским корням, в отличие от тюфяка, как мне писали в комментариях, что это именно огнестрельное оружие. Конечно, я сейчас попытаюсь об этом рассказать, насколько это огнестрельное оружие было. И в отличие от самой пушки. Итак, сами пушки в этот период это крупные цилиндрические по каналу ствола объекты, которые фактически предназначались прежде всего для ведения оборонительной осадной, осадного боя. Были огромные пушки. Все вы знаете царь-пушку, который стоит в Кремле. Она отлита довольно поздно, но вся технологическая ее модель отсылает нас, ну, если не к концу 14 века, то к середине, может быть, даже к первой половине 15 века. В это же время распространяются да, и пушки эти метают, если они осадные, то есть ведущие огонь по осаждающим, это одно. Если это пушки для взлома крепостных стен, их также можно отнести к осадным, в зависимости от того, чем они стреляли, они могли стрелять, как правило, каменными ядрами. Такие пушки отличались просто колоссальными весовым размером в тысячу пудов объекты, которые транспортировались, и их именно задача была наносить разрушительную по своей мощи урон, тем самым крепостным сооружением. Может быть, кто-то когда-нибудь слышал гауфница такое слово. Это такое мелкое, фактически полевая, зарождающаяся полевая артиллерия, которая происходит от немецкого хауф, отряд или хоуф, именно такими гауфницами сражались гуситы во время гуситских войн. Картинку изображения вы видите на своем экране. Параллельно есть такая система, как тюфяк. Я уже говорил о том, что тюфяк имеет свое происхождение от тюркских языков. И те тюфяки, которые у нас есть в наличии, а они упоминаются и в 17 веке, это такие раструпы. Большинство тюфяков, которые мы видим, это по большому счету не ручное огнестрельное оружие. Это оружие для стрельбы дробью. Хотя ранние тюфяки имеют цилиндрические стволы, но они исчезают где-то в первой половине 15 века. А все остальные наряду с ними существовали тюфяки именно в основном такие в виде раструбов. Они, как я уже сказал, преимущественно для ведения огня дробью. То есть мы уже выявили некие пушки, у нас есть тюфяки и в это же время распространяются пищали. Пищали они уже ближе к полковой артиллерии, фактически это наследники тех самых гауфниц, причем пищалями скорее всего в начале пищали еще внесут себе как ручное огнестрельное оружие, могут получать название, так и огнестрельное оружие артиллерийское. То есть это некая переходная форма. Потом они станут фактически только ручным огнестрельным оружием. Но для традиционного общества характерна, во-первых, смена названий и смена функционального назначения на протяжении времени. Как я уже сказал, Тюфиак вполне себе мог являться огнестрельным оружием. Возможно, даже он применялся не как огнестрельное оружие, то есть метательные снаряды, которые позволяли метать, а оружие аналог того самого огненного боя, то есть метание огнем. именно поэтому возможно тюркское слово Тюфиак может быть аналогом арабского МОТФА. И только потом, когда уже Тюфиак приспособлен для стрельбы пулей, он еще мог быть цилиндрический или с раструбом, и да, еще технологической возможности такой особой не было, для того, чтобы отливать, изготовить очень крупные снаряды, крупные объекты артиллерийские, это мы если говорим о 13-14 веках, то по большому счету это аналог такого вот гранатомета или крупнокалиберного ружья. Он постепенно, как я уже сказал, на территории России приобретает свое специфическое значение по тем объектам, на которых просто написано, что они тюфяки, они являются дробобойными. Должен сказать, что тюфяки в описях казны ряда оружиохранилищ России есть тюфяки немецкие, то есть слово тюркское, прямо их так и называют. То есть, по всей видимости, эта идея аналога будущих, так сказать, охотничьих ружей в виде раструба, она распространилась довольно быстро и параллельно развивалась как в Европе, так и на Востоке. Что же с ручным огнестрельным оружием? Первое ручное огнестрельное оружие, как я уже сказал, являлось по большому счету железной, собранной либо из полос скрепленных ободом, выкованной из листа, небольшие такие вот цилиндры размером в несколько десятков сантиметров, порой это 25 сантиметров, чуть больше, там до 40, до 50, которые крепились на длинной такой вот палке, фактически это оглобля, ей она упиралась, она ставилась на стены, заряд тогда представлял собой не гранулированный порох, а в виде мякоти, поэтому приходилось класть довольно много заряда в ствол, ну представьте себе, что если мы возьмем ствол того времени, ну он был довольно короткий, то одна десятая от веса пуля, одна двенадцатая одна составлял заряд, то есть это довольно много, если мы сравним современные, то есть когда одна двадцатая, одна двадцатая при расчете охотничьего ружья пороха к снаряду, то в те времена это фактически одна десятая, одна двенадцатая часть, и три пятых ствола зачастую занимал вот этот вот порох, так как он при возгорании пороха необходимо, чтобы была прослойка воздуха, то фактически надо было оставлять между пулей или снарядом, который будет метаться, стрелой железной, как угодно называйте, и пыжом, то есть заряд, пыж, как правило, он делался деревянный в виде такого кружочка, должен был оставаться воздух, для того, чтобы произошло возгорание, этого по большому счету было необходимо для того, чтобы вообще не разорвало ствол, так как ствол в это время из-за именно пороха был двучастный, это была некая камера, она была уже, она была длиннее, и в виде такого вот расширяющегося цилиндра на конце, куда собственно вставлялось ядро или пуля, или снаряд, стенки камеры были толще, чтобы не выдержать нагрузки при взрыве, и лишь в середине 15 века, когда распространяется в Европе гранулированный порох, который из-за своей консистенции уже несет в себе объем воздуха, по большому счету заряд стал уменьшаться и стало возможно сделать те самые пищали, ружья, которые по конструктивному свойству не изменились до сегодня дня, это цилиндры, это металлические цилиндры, в которые заполнялся заряд, пыш и собственно снаряд. Тут спрашивали, когда произготавливали вообще стволы, делали и были ли какие-то пороховые мастерские, да, конечно, вот по большому счету первое упоминание о том, что есть некие арсенайлы для хранения артиллерийских систем относятся уже к первой половине 15 века. Но по большому счету пушкарский приказ как явление, зелейная мастерская, то есть некая система по производству пороха, создание оружейных мастерских по изготовлению оружия в Москве, а когда происходит становление централизованного русского государства при Иване Третьем, фактически это еще и научно-исследовательский центр, если можно так выразиться, куда и научно-практический центр, научно-практический центр, так как по большому счету со всех частей страны приезжали люди, которые проходили обучение, обмен опытом. Должен еще одну деталь сказать, что пушкари и изготовители арт-систем всего почти 14-15 века это те люди, которые сами делали орудия и сами из них стреляли, то есть они фактически пушкарь это не артиллерист, это ремесленник, который делал оружие, за него отвечал, подгонял его под себя и фактически был тот человек, который вел огонь. Я показал, как развивалось огнестрельное оружие, какие этапы оно прошло, но именно с Аристотелем Фиараванти и с итальянской школой, фактически, которые привезли сюда технологическую цепочку, которые стали создавать те самые аркибузы, которые мы называли пищалями, происходит революция массового, не штучного, производства огнестрельного оружия. Сейчас мы остановимся рассказывать об артиллерийских системах, так как это не входит в цикл моих бесед, а перейдем к ручному огнестрельному оружию. Как же выглядели стволы того времени? Давайте я вам попытаюсь рассказать, как вообще происходило изготовление по собственным моим наблюдениям, так как ни один ствол прошел через мои руки, и так как в археологических слоях они часто изломаны, фрагментированы, то благодаря исследованиям, которые мы проводили, и в том числе металлографическим, я могу точно описать изготовление стволов, которые были налажены по большому счету в конце 15 века, и эта технология не изменялась аж до полков нового строя, когда начинают поставляться уже в массовом количестве голландские мушкеты, когда вообще начинает распространяться та самая новая волна европейских, как сейчас говорят, инноваций и импорта. Ну, для начала надо сказать, что я очень благодарен металлографам, которые провели исследования по моей просьбе и установили эту цепочку. Сейчас я расскажу просто о технологии изготовления стволов, а потом расскажу, чем они отличались и как они эволюционировали на протяжении 16 века. Ствол был кован из пластины мягкого железа. Кто-то говорил о том, что применялись кованые гвозди подкованные для того, чтобы пластичность железа была более способной выдерживать нагрузки. Иногда оно было красное или серое, употребляя термины 17 века. Толщина такого листа достигала 8-9 миллиметров. Ширина 60-70 миллиметров. В зависимости от длины ствола. Длинные стороны пластин отковывались с таким расчетом, чтобы уменьшить толщину до 4 миллиметров. На круглом прутке пластина свертывалась по всей длине и методом кузнечной сварки приваривалась внахлёст с припуском 10 миллиметров. То есть, вы понимаете, как происходит это не какое там сверление современное. Это фактически грубая кузнечная операция. Правы были те в комментариях, кто это отметил. После этого ствол подвергался вторично проковке, то есть, я соответственно и нагреву, при помощи которой внешней поверхности ствола по всей его длине или по части его длине задавалась определенная форма. Если ствол был круглый, то придавали его мелкой проковкой гладкой круглую поверхность в сечении или восьмигранный. Вот в моем распоряжении были как такие, так и другие стволы. Наружные размеры ствола в казенной части достигали 32 в среднем миллиметра, у дульного среза 29, в середине около 25 миллиметров. После описанных кузнечных операций ствол был слегка опилен по поковке. Опять же говорю, либо восьмигранный, либо круглый, либо другую форму придавалось. Грани не всегда были ровные, стволы как правило украшались. Вследствие продольной сварки толщина стенки ствола варьировала порядка на 2-3 миллиметра, ну 2-3 миллиметра на разных гранях. В серединной части калибр ствола достигал 12 миллиметров. Кто слышал мою вторую часть о боеприпасе может понять, что разброс 11-14 миллиметров и при этом что 12 миллиметров зачастую являлся пиковым значением в статистическом отношении, то понимают, что даже те стволы, которые у нас на сегодняшний день есть, они вполне себе укладываются. дульный срез немножко имел больший диаметр достигал 13 миллиметров. С каждой стороны ствол был, с казенной стороны ствол был закрыт казенным винтом. Казенный винт изготавливался из железного прута в среднем длиной 50 миллиметров, который был нарезан с одной стороны была нарезана резьба, а на с другой он расковывался. Вот по состоянию того, как выглядит казенный винт, археолог, военный историк может сказать об оружии с точностью порой до полустолетия, когда оно было изготовлено. А на самом деле еще меньше. Так вот, если вы посмотрите на картинку, то вы увидите, что казенная часть, вот эти казенные винты, которые имели форму такого цилиндра или пластины то утолщенной, они все изготовлялись в первой половине 16 века. Ну, с конца 15 до первой половины 16. Собственно, так и выглядели стволы аркебус, в том числе итальянских, этого времени. А уже со второй половины 16 века казенный винт получает хвостовик для более удобного приклада, ну, кто-то их называет испанскими, кто-то испано-французскими, хвостовик делался для того, чтобы более надежно скрепить ствол с прикладом. К стволу крепились ушки, те самые, которые с штифтами крепились к ложу. Ушки крепились при помощи ласточкиного хвоста, то есть такого расширения и вставлялись, их было две или три, в зависимости от длины ствола. Сверху на стволе были пресечены специальные углубления мушка и целик. То есть фактически именно в это время распространяются те самые уже, то есть от ствола ожидают хоть какое-то попадание в цель. Надо отметить, что у тех стволов, которые я рассматривал, они были распространены, они очень похожи на стволы, из оружейной палаты, из Соловецкого монастыря, из прочих древних хранилищ. Есть стволы с характерным элементом, у них полка стационарно пороховая, врезана была в ствол, а есть стволы без такой полки. При этом на многих стволах и разрушения палаты полка эта демонтирована под более сложный замок для ведения огня. О замках мы поговорим в следующей передаче. Собственно, вот эти стволы длиной 600-700 миллиметров и при разбросе радиуса, при разбросе калибров примерно от 11 до 14 миллиметров и есть основное оружие, которым производился огонь теми самыми стрельцами, которые, как я уже говорил, брали Казань, ходили походами на Астрахань, воевали в Ливонской войне. На этом сегодня я позволю себе закончить и в следующей части мы еще раз вернемся к стволам и к замкам для того, чтобы описать, как в комплексе происходила стрельба из огнестрельного оружия и в конце концов действительно проговорить насколько разрешающая способность стрельбы из такого оружия из той пули из того пороха позволяла вести прицельный огонь. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. пули и разъем разъем